Юрий Хованский решает вопрос хулиганский. На этой неделе я скорее ожидал новостей из фестиваля ВКонтакте. Так произошло, что инфоповод в принципе пришел из Питера, но чуть-чуть с другой локации. В ночь с 15 на 16 июля после съемок видео Юры Хованского к нему на разборки приехал продюсер некоторых блогеров Кирилл Калашников. Все закрутилось настолько сильно, что сейчас Юра уже готовится судиться с Кириллом. Увидимся в суде. У меня есть свидетели, у меня есть записи с камер. Я надеюсь, что нам предоставят эти записи. У меня есть адвокат, у меня есть желание, у меня есть деньги. Тебе? Пиздец. В этом видео разберемся, что это за бандит такой Калашников, кто кроме Хованского пострадал от его деятельности, потому что есть сведения, что он не только борзит на Хована, но и бросает людей на деньги и издевается над несовершеннолетними блогерами. Вот прямо сейчас вам для примера кадры, но правда звук я там сделал подставной. Блядь! Первое предупреждение. Итак, все, наверное, уже слышали, что на Хованского наехал Кирилл Калашников. Он по телефону попросил поговорить с Юрой, тот был занят, матом ответил, что не собирается общаться с Калашниковым, посылал его, и Кирилл приехал на место съемки, чтобы разобраться. Оба были пьяные. Оба много чего сказали лишнего в сторону друг друга, но один из них взял на себя ответственность начать нападать на другого. Слышь, ты че такая дерзкая, а? После жестких оскорблений от Юры в сторону семьи Кирилла Калашникова, тот попытался достать его из машины, сломал ручку автомобиля и пытался наказать Юру. Но с хера ли ты к нему вообще лезешь, если человек сказал, что не хочет с тобой общаться изначально. И он был занят своими делами, он был на съемках, причем это была ночь на дворе. Зачем встревать в чужие дела? Добрый вечер, а можно вас, ваш покой, потревожить? Конечно, мы приносим вам глубокие извинения. Какой вы нас снимаете? Представьте себя на месте Юры. Вы заняты своим делом. На ваши съемки пришли десятки людей, которых нужно как можно скорее освободить. Вообще съемки быстрее закончить, и тут вам кто-то звонит и отвлекает. Примечание, звонит тот, с кем вы вообще не желаете общаться. Понятное дело, что ты мне будешь неинтересен, если я буду так занят, и я не буду рад тебя видеть на своей локации. Вот и Юра послал куда подальше Калашникова, потому что тот ему мешал. После чего и все переросло в потасовку. И кто же знал, что после такой перепалки всплывет столько дерьма? Причем только с одной стороны. Я вообще не понимаю, как можно затроллить Хованского. Он настолько самоироничен и самокритичен, что ты просто никак его не затронешь. Плюс он вроде и противозаконного ничего не делает. А вот меньше повезло с этим Кириллу Калашникову. На него столько сейчас льют грязи. Причем даже не на него льют, а просто всплывает все, что он натворил раньше. И с доказательствами я вообще задаюсь вопросом, как об этом раньше люди не говорили. Оказалось, все просто. Люди боялись Калашникова. И даже если его ненавидели, то не высовывали свой нос. Он, конечно, виноват. Но он... не виноват. Одной из таких жертв стал молодой блогер Майк Блумен. Все началось с обещания сделать репосты в популярных группах ВКонтакте. По словам Блумена, Кирилл пообещал крутое продвижение взамен на участие в проекте. И после этого, как Майк все сделал, Калашников просто отморозился. Предложил мне сняться в его развлекательном шоу на его канале. Суть была в том, что я должен был ответить на ряд вопросов про ютуберов, про блогеров. Но на съемочной площадке я узнал о том, что нам нужно заснять твои унижения на видео. Победитель шоу должен был, по идее, получить постинг видео в разных пабликах ВКонтакте общей аудитории на 40 миллионов человек. Спустя полтора года Майк все еще спрашивал, а что там вообще с обещанием, на что услышал новое предложение. Суть проекта, ну как, идеи, в том, чтобы я проводил в его шарашке, в кафе Давай Лайма на Рижской, когда она работала, мероприятие с платным ходом за деньги. И Кирилл пообещал мне четко, сформулировав 20% с выручки. Выберите правильный ответ, сколько, по вашему мнению, заплатил Кирилл Калашников Майку Блумену. Все, что я получил от Кирилла после этого, это какой-то вот бутер с колбаской и салатиком из ихнего меню. Бутер, бутер, бутер готов, детка. Кстати, а вот проект, в котором нужно было принять участие за пиар. Это... Понятное дело, что прикалываться все любят, но Майк Блумен это не участник команды Джек Эс, и подобным образом, издеваясь над ним, можно как минимум повредить ему слух и еще нанести какой-нибудь урон можно было, если бы у него, например, слабое сердце было. Но ничего, за пиар можно и не такое терпеть, ведь. Некоторые зрители не верят слова Хованского, что Калашников его терроризирует и давит на него, но мне кажется, что это связано просто со стереотипом, что Юра Хованский может как-то не следить за своим разговором и вести себя агрессивно. Но для тех, кто считает Калашникова святым, приятный Ильдар обнародовал кадры разговора Руслана Тушенцова и Кирилла Калашникова, которые были сняты годом раньше. Это было год назад на видеопипле в Москве. Этот отрывок мы засняли, точнее, он был заснят случайно. У нас зум есть на ней. Раз, три. Погнали? Сан, секундочку. Нет. А? Нет. Вот я сказал. Что? Секунду я сказал, подойди. Нет, мы спойдем. У тебя минута. Мы спойдем. Куда ты? Мне с тобой поговорить надо. Я не буду ничего говорить. Стой ровно, блядь, ублюдок. Скоро, ублюдок. С чего я ублюдок? Блядь, стой ровно. Не буду ровно. Сюда, блядь, отошел. Не буду я ровно. Сюда, блядь, отошел. По тону разговора Руслана слышно, что он не настроен разговаривать, но и в то же время он никак не ведет себя вызывающее, но в ответ почему-то грубость. Стой ровно, блядь, ублюдок, блядь. Какой ублюдок? С чего я ублюдок? Блядь, стой ровно. Не буду ровно сюда. Сюда, блядь, отошел. Не буду ровно. Сюда, отошел. Блядь, ублюдок меня. А теперь представьте, если он так разговаривает с Русланом Тушенцовым, который популярный блогер, который совершеннолетний, то в каком тоне могли идти угрозы, например, к тому же Блумену, который на момент начала сотрудничества с Калашником был в возрасте всего лишь 15 лет. Вот, к слову, история, в которой Калашников с Амбалом вломились в дом к парню и избили его. А знаете за что? За то, что этот парень пожаловался, что его на деньги кинул Кирилл Калашников. Сейчас на стороне Калашникова много неприятностей, и то, что блогеры активно форсят эту тему, помогло, кстати, сдвинуть дело и в полиции. Если этот ролик смотрят блогеры, которые также пострадали от сотрудничества с Кириллом Калашниковым, то пишите к нам в группу, либо в предложенные новости, либо в сообщения. И обязательно подписывайтесь на Ютубер ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех горячих новостей. На этом у меня все. Будем следить дальше за развитием событий, поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Это был проект Ютубер. Меня зовут Эрик. Всем пока.